Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и сегодня мы с вами поговорим о коронавирусе и как он всех заебал. Я как блогер давно хотел записать какое-нибудь видео по данной теме, но как рациональный человек не записывал, потому что ну а что я нового могу сказать. И вот прошло уже много времени, все новости только о коронавирусе, все об этом было сказано. Я все-таки решил пофантазировать, я решил, что моя фантазия что-то нового принесет в эту тематику. Давайте поэтому с вами пофантазируем в таком режиме онлайна, хотя для вас это онлайн, для меня это раздумья, монтаж и творческие страдания. Ну в общем смотрите, единственное, как я считаю, средство против коронавируса это тотальный карантин, тотальный карантин всей планеты. Что я имею ввиду? Мы берем этот заебавший коронавирус и отправляем его на три недели в карантин. Как мы это делаем? Одна неделя всей планете дается на то, чтобы подготовиться к карантину, то есть мы покупаем все самое необходимое, это продукты, всякие консервы, неконсервы, туалетная бумага, которая сейчас сметается с пола, чистящие средства и так далее, там корм для животных и тому подобное. И остальные три недели мы не выходим из дома вообще. Естественно, это утопия, это такой постапокалипсис, этого никогда не будет, потому что на протяжении последних 30 лет все человечество делало так, чтобы мы постоянно коммуницировали. Мы создавали рестораны, доставки, мы делали все, чтобы находиться в постоянном движении. Но от этого нужно будет отказаться, это опять же в моей фантазии. Почему именно так? На примере банальных фильмов про зомби. В фильмах про зомби всегда есть зомби, зараженные, показывающие собой эпидемию, пандемию, вирус. И есть люди, которые пытаются от этого защититься, их скрывают во всяких там бараках, закрытых городах и так далее. Но всегда есть коммуницирующий фактор, есть точки соприкосновения, как военные, как доктора, ученые, политики, главные герои. И что же происходит? А происходит всегда один и тот же сценарий. Какого-нибудь военного кусает зомби, этот военный не сообщает об этом, попадает на базу, у него болезнь развивается, прогрессирует он, кусает всех остальных. И в общем все, зомби победили, они врываются и там главные герои улетают на какой-нибудь остров. Не показывается, что с ними будет дальше, но это будет скукотень и смерть. В данном случае нужно уйти на полный карантин, ограничив себя от всех коммуникаций. То бишь незараженные люди, они остаются в квартирах, в домах, не выходят, поддерживают связь через вайберы, ватсапы, телеграммы, через стримы. Еду не заказывают, потому что они посвятили перед этим целую неделю закупкой и так далее. Те, кто уже болеют, те, кто находятся в больницах, остаются в больницах. Доктора тоже остаются в больницах. И в чем здесь-то еще прикол? Доктора продолжают лечить зараженных, доктора не коммуницируют со своими близкими и другими людьми. Тем самым, не распространяя болезнь и сами, находясь в больнице, они могут проводить себе грамотную профилактику. Тем самым, через 2-3 недели вирус полностью уничтожается, умирает, потому что у него нет новых очагов, где он может развиваться. Ну и тем самым мы наказываем всех заебавший коронавирус COVID-19. Этого, конечно, никогда не произойдет. Но кто мы все такие, чтобы запрещать нам всем фантазировать, в том числе и мне, это моя небольшая фантазия, которой я с вами решил поделиться в таком вот видеоформате. И не схватить хайп, потому что я не Николай Соболев, я не Россия-1, я не первый канал, я не выпускаю это в первые дни начала якобы эпидемии, хотя пока еще никто не знает, что происходит. Я вам не вру, факты не подменяю. Просто фантазирую, я надеюсь, вы тоже любители фантазировать. Но если поговорить более серьезно о данной ситуации, то единственный, наверное, правильный совет, что нужно делать, это максимально охладеть коммуникациям с другими людьми. В общественном транспорте не передавать деньги, не передавать карты, самим прикладывать, оплачивать за проезд. В супермаркетах также максимально аккуратно всех обходить. Маски не помогут, потому что маски немного для другого созданы. Когда вы приходите домой, сразу моете руки, моете лицо. В идеале можно сразу и одежду в стирку засовывать на большую температуру. Плюс носите с собой зубочистку, чтобы лифт вызывать через зубочистку, нажимая на кнопки. И какие-нибудь одноразовые перчатки за 15 рублей из фикс прайса, чтобы открывать двери. И все, вы также максимально запаковываете себя в такой вакуум защиты. И вирусу намного сложнее будет к вам подобраться. На этом, я думаю, все. Как бы фантазию свою рассказал, понимание данной ситуации рассказал, как стоит поступать. Но я не знаю, что еще. Если вам нравятся такие форматы, то покажите мне это своей активностью. Ну а с вами был, есть и будет всегда, Данила Рыжкин, самый субъективный бородач во всем ютубе и на всем интернете. Не будьте нормальными, будьте рациональными. И тогда никакой коронавирус вам не страшен. И вообще, в принципе, никакая болезнь вам не страшна. Всем спасибо. Всем дизлайк.